МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Ларисы Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Пострадал на рабочем месте. В больнице Симашка избили врача. Стихия разбушевалась. Город освобождают от снега и поваленных деревьев. Капитальный ремонт идет по плану. В Самаре привели в порядок 500 домов. Театром «Браво» названы лауреаты театральной премии. 25 тысяч человек на площади в едином порыве. В Самаре начались репетиции парада памяти. Пациентом больницы Симашка стал врач. Его жестоко избили прямо в приемном покое. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. В больницу в сопровождении нескольких мужчин поступила пациентка с переломом. По предварительной версии, спутники женщины были в нетрезвом состоянии. Нахамили доктору и в ответ на его замечания бросились на него с кулаками. В результате дежурный врач Дмитрий Зарубин получил многочисленные травмы головы. Сейчас доктор находится в стационаре. Всех его обидчиков полицейские установили. Одного из них, 28-летнего самарца, уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время он допрошен сотрудниками полиции и дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. За несколько дней в Самаре выпало больше 20 миллиметров осадков. И если некоторые водители к снегопаду оказались не готовы, то коммунальщики встретили стихию во всеоружии. На улице Самары вышло почти 300 спецмашин и 2500 дворников. Как чистили город днем и ночью, расскажет Олеся Корецкая. Город засыпает, а работа по очистке улиц не прекращается. Этой ночью самарские дороги очищали от снега 120 машин. Ближе к утру техника объем будет увеличен, потому что к началу движения людей на работу нужно провести финишную зачистку, расчистить тротуары, обработать все, чтобы город был готов к утру к движению транспорта. Город закупил новую технику, малодаборитную, которая позволяет убирать тротуары. После упадения снега тротуары метутся, подметаются и обрабатываются антиголоволенными реагентами. Больше 20 миллиметров снега за несколько дней – не критическая масса. Коммунальщики к зиме были готовы. Уборку улиц осложняют припаркованные у обочин машины. Иногда особо лихие водители пытаются вклиниться в колонну снегоуборочной техники. Чтобы этого не произошло, автопоезд из спецмашин сопровождает патруль ГИБДД. Большинство водителей отмечают, в этом году движению на дорогах внезапный снегопад не помешал. Ну, снег всегда выпадает внезапно, на голову падает, да? Ну, ведь, смотрите, все, прошло второй день, и снег чистят. Дороги вообще стали хорошими, ухоженные, обихоженные, чистые, приятно ездить. А рано утром началась уборка дворов и придомовых территорий. В снегопад дворники выходят на очистку снега в 4 утра. Скалывают наледь, тротуары посыпают специальными составами. Песка и соли здесь нет. Все-таки исторический центр города. Дворы старые, жил фонд очень старый. Дворы все узкие, доисторические, дореволюционные постройки. И, естественно, туда не в каждый двор загонишь технику. Приходится работать вручную. Основной, 90% работы – это ручной труд дворников. Как и на больших улицах, во дворах чистки снега мешают машины. Многие жильцы не отгоняют их даже после объявлений о предстоящей уборке. Коммунальщики снова и снова просят жителей быть более сознательными и не осложнять работу дворникам и спецтехнике. В целом, первый большой снегопад для Самары не стал шоком. Муниципальные предприятия готовятся к зиме заблаговременно. Закупают инвентарь, зимнюю спецодежду для дворников проводят техосмотр машин. Эта работа на сегодняшний день для нас не явилась неожиданностью. Мы начали работать 30-го числа. Олеся Корецкая, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Станислав Левин. События. Осенние снегопады – явление хоть и красивое, но опасное. За последние три дня в Самарские больницы с обморожением доставлено 6 человек. Резко возросло число ДТП, а поваленных деревьев и вовсе не счесть. Их круглосуточно убирают 11 бригад. Звонки от жителей продолжают поступать. О Самарской резне бензопилой репортаж Андрея Горгуленко. Как бы ни был прекрасен первый белый снег, но у раннего снегопада есть минус. Листья еще не успели опасть деревьев. И когда они покрываются мокрым снегом, то тяжелеют. Ветки не выдерживают и падают вниз, где ими уже занимаются рабочие. Вооружившись бензопилами, рабочие разбирают последствия первого снега. Бригады за день успевают посетить более 10 адресов. Маршруты строят по обращениям граждан. По заявкам нам звонит диспетчер, нас направляет. Мы оперативно реагируем и сразу же выезжаем. Освобождаем проезжую часть от поломанных деревьев после последствия снегопада. Также освобождаем тротуары и газоны. Местами, чтобы убрать поваленные деревья, бригады перекрывают тротуары. Но жители готовы переждать временные неудобства. Ведь службы делают важное дело, создавая безопасность на городских улицах. Конечно, мешают. Обязательно надо спиливать. Потому что это опасно. И на машины падает, и на голову падает. Это опасно. Во дворе дома на Скляренко 9 дерево упало на припаркованный автомобиль. Поскольку во дворе парковка запрещена, никто возмещать ущерб за повреждение машины не будет. Вчера около 9 часов вечера дерево упало. Это на моих глазах произошло. Я вышла гулять с собакой. Прошла буквально 5 метров, и это упало, могло упасть на меня. Но полицейские приехали, когда они сказали, что вам повезло. Первый снег ударил по машинам не только во дворах. На дорогах много аварий. По данным ГИБДД, за последние два дня на дорогах области погибли 9 человек в 39 ДТП. В большинстве случаев виновными становятся водители машин на летней резине. Резкое изменение погодных условий – главный фактор повышения аварийности. В любом случае езда в зимний период времени требует особой концентрации внимания. Водителю для того, чтобы перестроить свой стиль вождения с летнего на зимний, так условно назовем, необходимо все равно, чтобы прошло некоторое количество. То есть день-два, поэтому водители должны немного снизить скоростной режим и привыкнуть к особым условиям движения в зимний период. Сотрудники ГАИ сейчас несут службу в усиленном режиме на трассах и не рекомендуют без необходимости покидать пределы Самары. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. 500 многоквартирных домов в этом году капитально отремонтируют в Самаре. В порядок приводят кровли, фасады, меняют коммуникации. Один из домов, где работы уже завершились, в Куйбышевском районе. Здесь обновили фасад. Теперь на улице Хасановская он самый яркий. Алина Чемерес продолжит. В холодную и уже снежную погоду солнечные цвета будут согревать всех, кто возвращается домой, шутят жители дома на Хасановской. Такое оформление фасада выбрали сами, все согласовали с подрядчиком. И теперь 17-й дом самый красивый в этом микрорайоне. Нина Шишкина живет здесь с момента постройки, более 30 лет. Рассказывает, раньше холода были испытанием на прочность, тонкие стены от стужи не спасали. Теперь, когда фасад капитально отремонтировали, наступающей зимы можно не бояться. Стены были ледяные, сейчас намного теплее, теплые, притеплые. Мы довольны таким ремонтом. По плану дом на Хасановской должны были отремонтировать только в следующем году, но на радость жителям сроки передвинулись. Капремонт фасада здесь сделали за два месяца, на это потратили почти 7 миллионов рублей. В подъездах установили новые окна, заменили парапет на кровли, утеплили цок или стены. Все по отработанной технологии, которая помогает не только с комфортом пережить холода, но и сэкономить как минимум на энергоресурсах. Если говорить об утеплителе, то пенопласт или минераловатная плита по своей эффективности заменяет стену толщиной в метр. Большая экономия материалов – это тоже большой плюс. За качеством работ пристально следили все службы, ход ремонта контролировали и жители. О том, что при решении проблем в сфере ЖКХ необходимо активно сотрудничать с собственниками, в своем послании говорил губернатор Николай Меркушкин. Вместе с районными советами они должны контролировать всю программу капремонта в области. Программу капремонта мы делаем на народные деньги. И не вправе игнорировать мнение людей, а не реконять здесь очень и очень много. И еще нам надо, чтобы на объектах максимально работали самарские строители. Это не только возможность поддержать строительные организации, это и возможность спросить с них по итогам. Инженер техноотзора здесь регулярно выезжал раз в неделю, раз в две недели. Постоянно следил за ходом проведения работ, за скрытыми работами, которые в процессе ремонта посады у нас постоянно нужно проверять. Качество хорошее, и жильцы довольны, и управляющие компании, и сотрудники фонда тоже неоднократно приезжали. Все довольны. Гарантию на проделанные работы подрядчик дает пять лет. Всего в этом году в Самаре капитально отремонтируют 500 домов. В своей очереди в 2017-м в городе ждут более тысячи жилых строений. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Более ста фасадов отремонтировали в Самаре и в ходе подготовки к чемпионату мира. В планах завершить работы по программе через год. К преображению исторического лица города подключились меценаты, общественные организации и студенты-архитекторы. В чем заключается их помощь, расскажет Валерия Макарова. Уже через год должна завершиться масштабная реконструкция фасадов зданий в Самаре. В этом году их отремонтировали больше ста. Дома, которые ремонтируют в первую очередь, находятся на так называемом гостевом маршруте. Мы сейчас в старом городе, на улице Фрунзе. А это дом, в котором провел первые месяцы жизни Ильдар Рязанов. Вот окна его квартиры. Здание доверили реставрировать частному инвестору и не прогадали. Все работы выполнены качественно и в срок. Работа ввели в августе. Был полностью отреконструирован фасад. То есть более 300 квадратных метров стен. Штукатурка, шпаклевка. То есть все по технологии. И финишная покраска с современными качественными материалами. Ремонт 29 домов в этом году взяли на себя частные инвесторы. Это меценаты, общественные организации, компании-застройщики. Всего же в Самаре реставрации требуют больше тысячи зданий. Почти 300 из них – это дома с богатой историей объекта культурного наследия. Некоторые привели в порядок в этом году, однако основная часть придется на следующий. Будет проведен за счет бюджетных средств ремонт 191 объекта культурного наследия. И мы полагаем привлечь на оставшиеся 67 объектов, которые требуют ремонта, меценатов, инвесторов. К делу преображения городской среды власти привлекут и студентов-архитекторов. У них немало интересных проектов скверов и парков, остановок транспорта и арт-объектов. Также одна из идей – установить информационные таблички, чтобы жители и гости города узнали больше об истории самарской архитектуры. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Первые репетиции Парада памяти начались в Самаре. Масштабное действие пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Парадный шаг уже отрабатывают студенты Самарского университета. В этом году количество участников должно превысить 35 тысяч человек. Подробности патриотического шествия у Марины Кравцовой. Юбилейный Парад памяти обещает стать самым массовым. Кроме традиционных расчетов, по площади пройдут колонны трудовых коллективов студентов. Более 25 тысяч человек. Особое место займет Геройский полк, участники которого принесут в руках портреты героев. Геройский полк, который не только будет сопровождать уже по традиции народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой, но он предпочел наш парад, параду в Москве, потому что сказал уже парад памяти, для меня стал родным и я обязательно приеду в Куйбышев. Погода не помешает, уверены организаторы. Какова будет расстановка парадных расчетов, уже определили на главной площади города. Пока в усеченном варианте. Строевой шаг участники отрабатывают на местах. Особенно ответственно подходят школьники из патриотического движения Юна Армия. Они впервые пройдут в парадном строю. Они впервые пойдут по площади Куйбышева. Юна Армии будут представлять. Поэтому, естественно, они сделают все возможное, чтобы войти в историю первых юнармейцев, которые приняли участие, тем более в юбилейном параде. Как и 75 лет назад, на параде будут иностранные дипломатические миссии. Места на трибунах займут представители посольств девяти стран. Мы знаем исторический факт, что военно-морской атташе Японии после парада сразу послал телеграмму о том, что нельзя вступать в войну, у русских большие силы. Наверное, уже за это надо сказать спасибо тем людям, которые шли по площади Куйбышева. В программе и воздушный парад с участием самолетов и вертолетов. Продлится парад памяти почти два часа. После запланирована концертная программа. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Далее, коротко о других темах дня. На обводном шоссе в Тольятти произошла авария с несколькими автомобилями. Водитель Приоры, пытаясь объехать непонятный предмет на дороге, не справился с управлением, отчего автомобиль отлетел на отбойник между проезжими частями, потом в фуру. Оба водителя не пострадали. Спустя какое-то время на этом же месте Приору врезала скалина. Приора отлетела в Газель. А Тойота, которая ехала в попутном направлении, уходя от столкновения, улетела в отбойник. Страйк с участием нескольких автомобилей попал в кадр видеорегистратора машин, которые ехали мимо. Татьяну Ярилкину вновь обвиняют в мошенничестве. В отношении бывшего председателя правления ликвидированного банка «Волгокредит» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, в 2014 году Татьяна Ярилкина, используя служебное положение, ввела в заблуждение сотрудников банка развития столицы. И путем обмана похитила векселя, принадлежавшие «Волгокредиту». Затем, как считают следователи, подозреваемый распорядил с бумагами по своему усмотрению, не отразив это в бухгалтерской отчетности. Ущерб составил 272 миллиона рублей. Задержанный Тольяттинцы, требовавший 7 миллионов рублей выкупа у бизнесмена за похищенного брата. Сразу после того, как злоумышленники позвонили 56-летнему владельцу коммерческой организации и потребовали выкуп, он обратился за помощью в полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Похищенного мужчину освободили. Рособранадзор запретил Самарскому институту бизнеса и управления принимать студентов. Эта мера не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. Примечательно, что еще в июне прошлого года Совет учредителей этого института принял решение о ликвидации вуза. Самарским школьникам увеличили каникулы. Как пояснили в городском департаменте образования, первый учебный понедельник выпадает на 7 ноября, когда областная столица будет отмечать юбилей военного парада 1941 года в запасной столице, чтобы педагоги и ученики смогли принять участие в памятных мероприятиях и решено было сделать 7 ноября выходным днем в школах. Выпуск продолжит новости экономики. Как сегодня обстоят дела на валютном рынке, расскажет Олеся Корецкая. Здравствуйте. Сегодня цена на нефть снова снизилась. За один баррель марки Brent дают 48 долларов 92 цента. На 2 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 20 копеек. Евро 69 рублей 36 копеек. Золото стоит 2589 рублей. Серебро 35 рублей 79 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 95 копеек. Дороже всего продать за 65 рублей. Бумажные деньги и мелочь в ближайшие 5 лет совсем исчезнут в Европе. На безналичный расчет переходят церкви, киоски и общественный транспорт. Число россиян, готовых работать за зарплату в конверте, выросло на 6%. Объясняют это недоверие к пенсионной системе и тяжелым трудоустройствам. Самарская область оказалась в числе лидеров в Приволжском федеральном округе по онлайн-покупкам через мобильные приложения. У меня все. Увидимся. Три театра Самарской области Кого публика посчитала лучшими актером и актрисой, знает Мариана Мирная. В номинации «Любимый театр театрального сезона 2015-2016 годов» определила победителем Самарский академический театр оперы и балета. Лучших выбирали с весны. В театрах Самары были установлены урны для голосования. Зрители отдавали свои голоса за любимых актеров и спектакли. Не исключением стали и представители городских властей. Надо сказать огромное спасибо всем творческим людям, которые принимают участие не только сегодня в мероприятии, но и своим трудом сделали так, что Самар является театральной столицей по Волжье. Порой один единственный спектакль, он может поменять жизнь очень-очень сильно. Всем советую чаще посещать театр. Это очень нужно всем нам, это очень нужно актерам, потому что каждый раз, играя спектакль, они сдают определенные экзамены. И каждый раз они играют для нас с вами. Лучшим спектаклем по классической драматургии стала постановка «История лошади» драматического театра. В современной драматургии победил Самар с дебютной режиссерской работой «Манюня». «Манюня» – это вообще, когда я прочитал эту книгу «Манюня», это про мое детство. Мне как бы это близко, я все прекрасно все это понимаю, о чем там ушла речь. И как сложится дальше, посмотрим, посмотрим. Конечно, и классика, я думаю, будет современной драматургии. Лучшим музыкальным спектаклем стал «Гранд Па» из Пахиты Минкуса. Лучшей балериной признали Ксению Овчинникову. Георгия Цветкова за партию Елецкого в «Пиковой даме» отметили как самого любимого исполнителя. Самая острая борьба, конечно, развернулась за звание любимой актрисы и актера в театре драматическом. В этих номинациях победу одержали народная артистка России Жанна Романенко за странную «Миссис Сэвидж» и Владимир Лоркин из Самарской площади за роль в спектакле «Кроткое» по Достоевскому. Любовь, вот ее не купишь, вот ее не купишь ни за какие деньги, вот ее надо действительно заслужить. И действительно я ее питаюсь, этой любовью. И каждый раз, выходя на сцену, естественно, я хочу, ну как бы, вот оправдать, оправдать это доверие. Это же голосуют зрители, это особенно приятно. Ну, хотя профессиональная премия, конечно, тоже очень важна, и она очень приятна. Но здесь зрители, это здорово, значит, нас любят, значит, к нам ходят, есть зрители. Это отлично. Когда мы слышим аплодисменты в этой черной яме зала, так именно выглядит зал, когда стоишь на сцене, потому что не видно лиц, и мнение зала нам очень важно, потому что вся наша жизнь направлена не понравиться моему коллеге-профессионалу, да, а понравиться зрителю. В этом году 11 лауреатов уже определены. У зрителя будет возможность вновь проголосовать за любимые театры следующей весной. А пока все как один кричат самарским актерам «Браво!» Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Жителям региона предстоит выбрать лауреатов областной акции «Благородство-2016». Организаторы уникального проекта «Самарское отделение Союза журналистов России» и Ассоциация творческих союзов. В этом году поступило 305 заявок. Рассмотрение кандидатов на общественном совете началось, но решающим будет слово жителей. В каждом городе и районе установят урны для голосования. Итоги подведут под занавес уходящего года. Мы должны этих людей отмечать. Все-таки мы должны в непростое время, в сложное время видеть, что у нас есть соседи необыкновенные, у нас есть товарищи, у нас есть сокурсники. Их надо отмечать. И благородный поступок ведь не обязательно кому-то помогать материально. Элементарные поступки мы награждали в акции благородства номинантами. Становились люди, которые там мальчик спал с котенка. Для 5-летнего до 7-летнего мальчика это поступок очень благородный. Наука и искусство. Быть эрудированным во всем сложно, но возможно. В Самаре прошел региональный этап развивающей игры «Ума-палата» для воспитанников детских домов. Как не ударить в грязь лицом и проявить себя эрудитом, узнала Марианна Мирная. Самые умные и эрудированные воспитанники детских домов в Самаре, Тольятти и Сызрани собрались, чтобы выполнять непростые интеллектуальные задания. Кроме школьной программы приходится изучать энциклопедии, читать дополнительную литературу. Но все это бестолку, уверены участники, если в команде нет понимания. Именно сплоченность дает высокие результаты. У нас стратегия. Все выдают свои точки зрения, записываем в листочек, совещаемся, выбираем что-то одно. Растеряешься, не сможешь думать, все поплывет. Семь команд по пять человек. В своих детских домах они уже самые умные. Развивающая игра «Ума палата» проходит в рамках проекта «Вернуть детство», который создан по инициативе полномочного представителя президента Михаила Бабича. С 2009 года ребята проявляют смекалку и сообразительности получают за это призы. Ребята показывают себя, свои интеллектуальные умения, знания. Это тоже очень важно, чтобы на фоне других воспитанников посмотреть свои возможности, свою эрудицию сравнить. Во-вторых, очень необходим дух соревнований. Важно не просто участвовать, а важно победить, занять какое-то место. Победители регионального этапа отправятся защищать честь Самарской области на окружном этапе игры в Уфе, который пройдет 4 и 5 ноября. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Далее новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский боксер выиграл всероссийские соревнования. Баскетбольная Самара одержала очередную победу в Суперлиге. В крыльях советах закончилась бельгийская эпоха футбола. Главный тренер крыльев советов Франк Веркаутерен отправлен в отставку. Последней каплей терпения руководства клуба стало очередное поражение команды в премьер-лиге 01 Оренбургу. И крылья продолжают плестись на дне турнирной таблицы. По словам министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, имя нового тренера будет объявлено на днях. Кандидатуры Вадим Скрипченко, Валерий Непомнищий, Николай Писарев, Дмитрий Оленичев и Валерий Карпин. Напомним, бельгийский специалист вытащил крылья советов из низшей лиги в премьеру в прошлом году в НФЛ. Самарцы стали чемпионами. Прошлый сезон – девятый в чемпионате страны. Баскетболисты Самары в Екатеринбурге уверенно переиграли одного из лидеров Суперлиги. Урал до встречи с волжанами не знал поражений в этом сезоне. Уже после первой четверти Самара вела 7 очков. К перерыву отрыв увеличился до плюс 14. Вторая половина матча сенсации не принесла. Волжане продолжали приближаться к победе. Итоговый счет – 76-68 в пользу Самары и пятое место в национальном чемпионате. Урал упал на четвертое, Иркут поднялся на первое. Даниил Курнаков в весовой категории до 75 килограммов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире «Юность России». В Новосибирске спортсмен представлял Самарскую школу бокса Олимпийского резерва «Ринг». Выигранный бой стал путевкой на первенство России – Кубок Никифорова-Денисова, который будет проходить в начале декабря в Санкт-Петербурге. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова